МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости. В студии Евгения Байбикова. Здравствуйте. В начале выпуска его основные темы. Полный цикл производства. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии познакомился с предприятиями кабельного кластера. Если фонарь не горит, среда некомфортная. Артем Сдунов оценил итоги работ по благоустройству Саранска. 4 миллиона для сельских педагогов. Мордовия продолжается реализацией программы «Земский учитель». Медицинская помощь должна быть доступна всем. В Ковылкинском селе Троицк построили врачебную амбулаторию. Флагман промышленности. 2 февраля временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов посетил предприятие группы компаний «Оптик Энерго». Он осмотрел производственные мощности и познакомился с программами развития холдинга. Подробности расскажут Вячеслав Кузьменко и Станислав Семин. В Мордовии чрезвычайно высока степень локализации производства кабельной продукции. В республике работает несколько предприятий отрасли. Большую долю рынка занимает группа компаний «Оптик Энерго». В нее входят 22 предприятия различной направленности. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии начал знакомство с производственным потенциалом с предприятия «М-кабель». Артему Сдунову рассказали, что на заводе выпускают традиционные кабели и провода. Основная специализация – изготовление инновационных продуктов, таких как электрические кабели для сверхопасных средств, атомных станций, нефтехимических заводов, угольных шахт, высоковольтные термостойкие провода и другая продукция. Сейчас на «М-кабеле» реализуют программу развития производства высоковольтных кабелей с использованием нового типа изоляции. Проект позволит увеличить номенклатуру и объемы производства. «М-пласт» выпускает стретч-пленку для упаковки пищевых продуктов, а также занимается производством пленочной упаковки из экологически безопасного полиолефина. Эта пленка не выделяет вредных газов при хранении и усадке, а также абсолютно безопасна для здоровья человека и окружающей среды. Поэтому ее используют в промышленности и переработке. В основном это в пищевке, всякие вот эти там чаи, конфеты, перяники и так далее. И много для строительных делах, когда упаковывается с помощью вот этих материалов. Артему Сдунову показали, как с помощью полиолефиновой пленки можно упаковать любой продукт. При этом он не теряет своих качеств, а сама упаковка не вредит природе. Следующий пункт «М-кат» – производство катанки, процесс зрелищный. Это основа кабеля, его начинка. Эти заготовки из алюминиевого сплава отправляют в печь. Там они расплавляются и из них вытягивают проволоку. Ее используют не только на предприятии группы компании «Оптик Энерго», но и поставляют в страны СНГ и дальние зарубежья. В цехе стало ясно, что на предприятии рачительно относятся к организации производства. Алюминий здесь получили и годик как бы напрашивалось производство кабеля дальше. И так получилось. Здесь мы делаем, я вам говорил, самонесущую изолированную продажу. Предприятия группы компании «Оптик Энерго» активно участвуют в программе «Эффективное производство». В каждом цеху все расположено максимально рационально. Даже инструменты лежат не как попало, а в строгом порядке. Рабочие пользуются ими, что называется, не глядя. И это положительно отражается на качестве производственного процесса. На предприятиях действует система поощрения работников. И не только рублем. Хотя средняя заработная плата в «Оптик Энерго» – 44 тысячи рублей. В каждом цехе висят плакаты с изображением передовиков производства. Причем делают их в компании «Эмпринт», которая также входит в структуру «Оптик Энерго». Добавлю, что в холдинге расширяют и зарубежные партнерские связи. Так, одно из предприятий – это российско-испанская компания «Сармат». Производим фитинги для подвеса кабелей на лилии электропередач, начиная от самых мощных, там, 4 соток, 5 соток, 7 соток, это на Дальний Восток, Сибирь, поставка по всей России и кончая, значит, проводами СИП. Идеология такая, мы делаем провод, мы делаем сразу же арматуру, чтобы заказчик получал сразу полный весь комплект, сразу. Сейчас в стране чрезвычайно востребованы кабели на основе оптического волокна. Их используют при строительстве магистральных и внутризоновых сетей связи. Такую продукцию выпускает «Саранскабель-оптика». Номенклатура довольно широка. В частности, производят «Райзер-кабель», по которому оптическое волокно приходят в наши дома, и комбинированный провод, который позволяет организовать одновременную передачу электрической энергии и информационных сигналов по оптическим волокнам. В настоящее время в рамках диверсификации производства на предприятии реализуется инвестиционный проект «Организация производства трубок из алюминиевого сплава и симметричных компьютерных кабелей связи нового поколения». Артему Сдунову рассказали, как эти трубки востребованы. Основные потребители, производители бытовых холодильников. А кто именно? «Атлант», «Береса», «Позис», «Индезит», «Стенол». «Райер-нет»? «Райер-нет», они, к сожалению, завозят сами из Китая. В завершение рабочего визита в музей группы компаний «Оптик Энерго» гостей встретил необычный экскурсовод. «В состав группы компаний входят разнопрофильные современные предприятия. Они выпускают высокотехнологичную инновационную продукцию и оказывают различные услуги. Наша работа базируется на двух основных принципах – диверсификация и инновационность». Кабельная продукция холдинга «Оптик Энерго» поставляется в такие крупные госкорпорации, как «Ростелеком», «Газпром», «Росатом». Используется на многих знаковых объектах страны, таких как спецпереход электролинии через реку Ангара и другие. В завершение визита временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов оставил запись в книге почетных гостей. Вячеслав Кузьменко, Станислав Семин. Народные новости. 2 февраля временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов выслушал жалобы жителей дворов в Пролетарском районе на некачественное благоустройство и напомнил чиновникам о том, что принимать работу и выставлять оценки подрядчикам должны сами жители. У пятиэтажек по улицам Веселовского 33 и Семашка 2 общий большой двор. Правда, совсем недавно он был практически заброшен. Старые скамейки, минимум освещения, отсутствие детской площадки, урн, а самое главное, на подъезде к домам асфальт был такой, что не только ноги, но и машину сломать можно было. В прошлом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» двор был наконец-то благоустроен, как и еще более 100 дворовых территорий в городах и районах республики. На приведение в порядок которых по программам благоустройства было выделено более 227 миллионов рублей. Конечно, голосовали за включение дворовой территории Семашка 2 и Веселовского 33 в программу благоустройства. Все жители этих домов вместе наблюдали за радостными переменами. Как вместо разбитого асфальта появляется новое покрытие, обновляются пешеходные дорожки, модернизируется дворовое освещение, устанавливаются новые лавочки, урны, детская площадка для малышей, дополнительные парковочные места. На радостях не сразу заметили огрехи в работе подрядчика «Общество с ограниченной ответственностью» «Дорожник», а их оказалось немало. По словам домкома Натальи Пасновой, скамейки у подъездов установили, но почему-то не покрасили и не закрепили. Так же, как и разномастные мусорные урны, отсутствует доступная среда для маломобильных групп. Позже жители дома скамейки сами покрасили, жаль ведь дерево под дождем и снегом уже начало чернеть. Там, где устанавливали детскую площадку, вместо безопасного покрытия засыпали поверхность грязным песком, оставшимся после дорожных работ. Столбы освещения почему-то развернуты в сторону от детской площадки, а сама дворовая территория осталась без какого-либо освещения. Осенью и зимой здесь тьма непроглядная. Конечно, детей вечером на площадку не выведешь. Сокрушаются жители. Кстати, зимой качели и горки утопают в снегу. Видимо, уборка детской территории в зимнее время года управляющей компанией не предусмотрена. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов неоднократно обращал внимание чиновников от ЖКХ, что качество любой проведенной работы в мелочах, которые от людского внимания не скрыть. Как же вы согласовывали с жителями план благоустройства этого двора, если столько нареканий? Задал он вопрос зампреду регионального правительства, министру ЖКХ энергетики и гражданской защиты населения Игорю Чадову и главе городского округа Саранск Петру Толтаеву. Не соблюдены нормативы по удаленности парковки, где выхлопные газы от детской площадки, освещения не хватает, лавочки почернели уже, а зеленение и спортобъекты не предусмотрены. Раскритиковал ответственных руководителей региона. Друзья мои, давайте еще раз. Если вы зашли сюда, сделали качественно, вы к этому не возвращаетесь в гарантийный срок 5 лет. А сейчас опять поменяем, а это доставим, сюда довесим. У вас на этот год не менее 100 долларов должно быть. И здесь вы должны успеть. Говоря о перспективах реализации программ по дворовому благоустройству, Временно исполняющий обязанности главы Мордовии поручил сформировать четкие планы по наведению порядка во всех дворах в соответствии с разработанными стандартами благоустройства, с минимальным набором цветовыми решениями и по согласованию с жителями. Давайте мы стандарт выработаем. Если мы заходим и нужно сделать дорожное покрытие, давайте заходим и делаем дорожное покрытие. Максимальное количество дворов. Потом площадки. Заходим, делаем площадки. План должен быть какой-то. Освещение. Потому что освещение обязательно надо вместе с дорогой делать. По словам главы городского округа Саранск Петра Тултаева, в планах на текущий год благоустройство еще 24 дворовых территорий. Хотя потребность больше в разы. Всего в республике в 2021 году планируется благоустроить 75 дворов, 8 общественных территорий. Завершился разговор просьбы от жителей. Ну и футбольное поле. Вот у нас, видите, ворота есть. А там это бывший асфальт был. И там он, это где асфальт, где земля. В общем, сейчас уже ребятишки не играют. Да, раньше они там и большие, и мужчины даже бегали. А сейчас просто там... Вот там, да? Да, да, вот, ворота. Площадки нет, и дети не играют сейчас. Там тяжело. Выполнить просьбу Артем Сдунов поручил мэру Саранска Петру Тултаеву. Работы, временно исполняющий обязанности главы Мордовии, пообещал приехать и оценить лично. Также 2 февраля состоялось заседание Республиканского оперативного штаба. Обсуждались вопросы текущей эпидемиологической ситуации, функционирования региональной системы здравоохранения, вакцинации от COVID-19 и другие проблемы. Подробности далее. Темп прироста новых случаев и заболевания COVID-19 в республике замедлился. Однако, как подчеркнул временно исполняющий обязанности главы республики Артем Сдунов, необходимо эту ситуацию удержать. Артем Сдунов подчеркнул, что прогнозы специалистов по поводу дальнейшего развития жизни. Ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции пока осторожны. Поэтому необходимо и дальше строго соблюдать все меры предосторожности и требования санитарных врачей. В ходе заседания было отмечено, что в Министерстве здравоохранения республики разработан план по переводу коечного фонда из режима ковидных госпиталей. У нас приостановлена госпитализация в глазную больницу, в поликлинику номер 2. И мы будем мониторировать ежедневно, что и делаем в свободный коечный фонд. На сегодняшний день он составляет 30%. И в рамках 25-30% будем его держать с поэтапным выводом коечного фонда ковидного в обычный режим работы. Что касается вакцинации, в настоящее время, как отметил вице-премьер Галина Латванова, Мордовия занимает второе место в стране по темпам ее проведения. В зоне особого внимания вакцинации приоритетных групп населения, в первую очередь граждан в возрасте от 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. При этом ведется лабораторный мониторинг, который показывает эффективность вводимой вакцины. На 1 февраля мы взяли 253 человека разного возраста, которые на 21 день, как каким образом формируются защитные титры. Мы видим на слайде от 18 до 30 и старше 62. На 21 день из этой категории лишь только у 8 человек не сформировали защитные титры. И то бишь после первой вакцины. На 42 день, когда привита вторая вакцина, мы видим, что 100% обследованных имеют защитные титры антител COVID-19. К прививочной кампании активно подключились в районах республики. Как доложил главный врач Отяшевской районной больницы Александр Борисов, для вакцинации жителей отдаленных населенных пунктов используется передвижной ФАП, оборудованный по всем требованиям, предъявляемым к хранению вакцины. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов призвал держать на особом контроле вопросы, связанные с возможностью записаться на прививку через портал госуслуг. Это совместная задача Минифорумсвязи и Минздрава республики. Также на заседании оперштаба было рассмотрено предложение Минэкономики Мордовии перевести МФЦ на прежний режим работы. Однако полностью отказываться от предварительной записи, по мнению руководителя республики, все же не стоит. Для многих это очень удобно прийти к назначенному времени, сказал Артем Алексеевич. Но и возможность получить услугу в порядке живой очереди у людей быть должна. В Саранске стартовал финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года». 2 февраля в его рамках прошли круглый стол по детскому туризму и конференции о трендах, туристических маршрутов и экскурсионных программ. Также был подписан ряд важных для развития отрасли в регионе соглашений. Первый день 7-й Всероссийской туристской премии «Маршрут года» стартовал с обсуждения детского туризма. Участники рассмотрели реализацию программ для юных путешественников в 2021 году, а также новые нормативы и дорожные карты, составленные Ростуризмом. Кроме этого, своим опытом и лучшими практиками поделились участники из разных регионов. Обычно всем хочется, чтобы все-таки чуть больше дети ездили. Это зависит и от законодательства, и от нормативов, и от кошелька родителей, и от государственных программ, и в том числе от региона. Насколько все-таки региональные власти, региональный бизнес осознает и понимает, что ребенок — это, во-первых, будущий потенциальный турист уже взрослый. Если мы ему привычку не привили из детства путешествовать, наверное, он и вырастив тоже не станет таким уж поклонником какого-то путешествия и туризма. От обсуждения детского туризма перешли к трендам туристических маршрутов и экскурсионных программ в 2021 году. После конференции были подписаны соглашения. Первое — о взаимодействии по развитию туризма в республике между Министерством спорта, молодежной политики и туризмой Республики Мордовия и туристической компанией ТУИ. В рамках этого соглашения традиционно потом подписывается еще и отрабатывается предварительно план мероприятий по выполнению этого соглашения, который предусматривает все наши совместные действия по созданию туристического продукта, его продвижению и реализации. И этот план мероприятий на основе соглашения будет предусматривать в том числе проведение аналитической работы по анализу турпотенциала республики, экспертная работа. Еще одно соглашение подписали между Министерством спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия и компанией РЖД ТУР. В его рамках туристский потенциал республики будет развиваться с использованием возможностей железнодорожного транспорта. В том числе планируется организовать железнодорожные туры выходного дня, межрегиональные школьные туры и не только. 3 февраля пройдет открытие финала 7-й Всероссийской туристской премии «Маршрут года», а 4-го наградят победителей. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости. Коронавирус и пневмонию регистрировали. А вот обстановка с кишечными инфекциями улучшилась. В Республиканском Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с инфекционной заболеваемостью в Мордовии по итогам 2020 года. Подробности в материале Юлии Мамаевой и Евгения Фролкина. Щедрый на неприятные сюрпризы таким 2020-й выдался, пожалуй, для всего человечества. Особенно осложнила ситуация с инфекционными заболеваниями. В прошлом году по сравнению с 2019-м общая заболеваемость Мордовии выросла на 35%. Своё дело сделали и COVID-19, и всплеск пневмоний, да и обычный ОРВИ тоже никуда не делись. А вот уровень заболевания кишечными инфекциями снизился на 71%. Здесь ключевую роль сыграли введённые ограничения. Временное закрытие кафе и ресторанов, дистанционное обучение, ограниченная работа детских садов. У нас снизилась заболеваемость с эльмонеллезом, соответственно, на 74%. У нас снизилась заболеваемость гепатитами, в частности, заболеваемость вирусным гепатитом снизилась на 96%. То есть в 2019 году было 31 случай, в 2020 году – один случай. У нас снизилась заболеваемость энтеровирусными инфекциями. В 2021-м точки общепита, школы и детские сады работают практически в обычном режиме. Это значит, отмечают в Республиканском Роспотребнадзоре, что необходимо усилить все профилактические меры. В первую очередь именно в образовательных организациях. С 28 января началось обследование сотрудников пищеблоков всех школ региона. Следом проверят и сотрудников детских садов. На сегодня обследовано уже 148 человек. Ежедневные обследования где-то 30-40 человек с учетом возможностей лаборатории. На сегодня пока положительных результатов не выявлено. Я очень надеюсь, что эта профилактическая мера в том числе позволит предотвратить возникновение каких-то негативных ситуаций. Профилактика доказала свою эффективность в пьющих случаях очагов заболеваний в школах и детских садах. В Мордовии не выявлено. А чтобы такая положительная тенденция сохранялась и дальше, важно не забывать про правила организации питания. Продукты питания должны поступать на любой пищеблок, в любую столовую с сопроводительными документами, на специальном транспорте, в специальной таре. Необходимо понимать, что очень четко должны соблюдаться технологии приготовления пищи. Вся технологическая цепочка должна соблюдаться неукоснительно. Холодные блюда, к примеру, салаты. Вот чем нужно угощаться с осторожностью. В них микроорганизмы размножаются быстрее всего. Поэтому в пищеблоке обязательно должен быть установлен бактерицидный обеззараживатель. Чаще всего переносчик заболевания – человек. Так что на кухне должны находиться только абсолютно здоровые повара. Сотрудникам стоит помнить и про личную гигиену, а также тщательную уборку и постоянную дезинфекцию помещений. Соблюдают ли все эти меры в образовательных учреждениях Мордовии, лучше всего показывают внеплановые проверки. Их проводят на постоянной основе. Без внимания не остаются и жалобы родителей. Юлия Мамаева, Евгений Фролкин. Народные новости. Разобрались со свалками? Получите награду. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования поощрила памятными подарками руководителей муниципальных районов, наиболее успешно потрудившихся на ниве защиты окружающей среды. Проблема несанкционированных свалок – одна из наиболее острых в современных России и мире. Однако при желании ее вполне можно решить. На территории Мордовии за 2020 год было выявлено колоссальное количество несанкционированных свалок. 183 места общей площадью 43 гектара. Важнейшую роль в их устранении сыграли местные власти – сохранение земель и защита почвы от загрязнения и их зона ответственности. Особенно эффективно в этом непростом, но важном деле сработали Краснослободский, Чамзинский и Лемберские районы. Сегодня мы хотим отметить три района, которые достигли наибольших успехов в этой работе. То есть они наиболее быстро, оперативно выявляли несанкционированные свалки на территории района и ликвидировали их. Так, Краснослободский район за 2020 год выявил 16 несанкционированных свалок, Лемберский район – 13, Чамзинский район – 6. Учитывалось два фактора – общее количество устраненных несанкционированных свалок и их площадь. Главам районов были вручены благодарственные письма с теплыми пожеланиями и небольшие приятные напоминания о качественно проделанной работе. Подаренные арт-объекты – символы большого количества способов охраны окружающей среды и борьбы за ее сохранение. На территории Лемберского района 13 несанкционированных свалок. В большей степени они стихийные. Благодаря сознательности граждан, сообщающих о местах скопления мусора, устранялись они своевременно и общими усилиями. Утилизировали где-то собственными средствами, где-то мы нанимали, где-то людей организовывали, где-то за счет сельских поселений. И, соответственно, также вывозили их на городскую свалку, где у нас разрешена утилизация. Устранение нелегальных свалок будет продолжаться. Стоит помнить, что каждый из нас отвечает за сохранность природы и чистоту окружающей среды. Чтобы изменить что-то в лучшую сторону, нужно начать с себя. Валерия Новикова, Денис Ноздрюхин. Народные новости. Реализация национальных проектов и государственных программ в Мордовии не прекращается и в пандемию. В это сложное время как никогда важно, чтобы медицинская помощь была доступной для каждого жителя региона. В рамках нацпроекта здравоохранения в Мордовии построили 75 медицинских учреждений первичного звена. Четыре из них в Ковылкинском районе. Амбулаторию построили в селе Тройцк, Афапы в Новом, Лепьёве и Самозлейке. В них созданы все условия для комфорта медиков и пациентов. Крыльцо с пандусом и поручнями, коридоры просторные. Раздевалка, комната для хранения медикаментов, а также всё необходимое терапевту имеется в медицинских сумках. Троицкая амбулатория готова к приёму пациентов. Она обслуживает почти 4000 человек, 495 из них – дети. На страже их здоровья терапевт, педиатр и пять медицинских сестёр. Не откажут в помощи и жителям всех сёл поселения. Это стало большим подарком для жителей и медицинских работников, так как старая амбулатория врачебная уже не соответствовала тем требованиям, которые нужны на современном этапе. Серебряное поколение – львиная доля местных жителей. Для них доступ к врачебной помощи в своём селе очень важен. Благодаря новым и комфортным зданиям, а также современному оборудованию, медицина в глубинке выйдет на качественно новый уровень. Четыре будущих сельских жителей получат по одному миллиону рублей. В Мордовии продолжается реализация программы «Земский учитель». В её рамках уже оглашены вакантные места. Педагогов ждут в Темникове, Тургеневе, Умёте и поселковской школе Оттяшевского района. Программа «Земский учитель» продолжает своё действие в Мордовии. В её рамках в 2020 году по одному миллиону получили четверо педагогов, переехавших жить и работать в глубинку. В этом году таких учителей также ждут четыре вакансии. В Тургеневской школе и Темниковской школе номер один нужны преподаватели математики. Учитель физики требуется в поселковской школе Оттяшевского района. А в новенькой школе поселка Умёд не хватает преподавателя химии и биологии. Подать документы для участия в конкурсе на замещение этих должностей можно в центре педагог13.ру. Основные условия – оконченные в высшей или средне-специальной профильной образовании. Возраст до 55 лет. Переезд на расстояние не менее 75 километров от нынешнего места проживания. Учитель должен отработать не менее пяти лет, а школа обеспечит ему не менее 18 часов нагрузки в неделю. Пьяному за рулём не место. Сотрудники госавтоинспекции задержали водителя больше груза, в чьей крови содержание алкоголя было превышено более чем в пять раз. Нарушитель пытался скрыться, но ему это не удалось. Практически как в боевике. Печалковский госавтоинспектор вместе с коллегами из Нижегородской области задержали пьяного водителя грузовика. Его хотели остановить для проверки, но мужчина попытался скрыться. Началась погоня. Настичь его удалось только в соседнем регионе в районе села Починки. При задержании правоохранителям пришлось применить силу. Как показало освидетельствование, мужчина был пьян. Содержание алкоголя в его крови было превышено почти в пять раз. Пьяный за рулем – угроза для всех участников дорожного движения. Мужчине предстоит ответить за свой поступок. Данный водитель был задержан и привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за невыполнение требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства, за невыполнение требований сигналов светофора. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Евгения Байбикова. Оставайтесь на нашем канале и до встречи.